СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 4300549 от 19 марта 2015 года. 16+. Урбан. Программа о городских проектах. Городские проекты. Где точка сборки? И нужен ли Кирова совет по урбанистике? Обсуждаем сегодня мы здесь в этой студии в следующем составе. Владимир Сметанин. Светлана Занько, ведущая программы и наши гости. По-прежнему с нами Олег Симаков, начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Кирова. Еще раз добрый день. Константин Сичихин, член регионального штаба ОНФ и член общественной палаты Кировской области. А также с нами Иван Губин, директор политехнического института Вятского госуниверситета. Еще раз приветствуем наших слушателей. И 211-101. Номер по традиции напоминаем. Вопрос, озвученный в первом части. Что вы понимаете под благоустройством? И что вам необходимо для комфортной, позитивной жизни? Ограничивается ли это пространство несколькими метрами у подъезда вашего? Либо вы хотите, чтобы более широкое пространство было облагорожено и обустроено? Развивалось в комплексе. Кстати говоря, еще раз напомню нашим слушателям, что Олег Дмитриевич сказал, что мы встретимся здесь в этой студии. Будем принимать частные какие-то предложения и жалобы на карадаш брать. Поэтому давайте не в этой программе о частностях, а все-таки о каких-то глобальных вещах. Потому что мы здесь собрались обсудить, все-таки сможем ли мы как-то объединить все проекты, которые сейчас существуют от федерального уровня до местного. Потому что есть ведь проекты еще, Олег Дмитриевич, которые не входят ни в одну из программ, а вот они на чистой инициативе гражданской основываются, в том числе и финансирование с помощью партнера, спонсоров и прочее. С ними тоже есть сложности, потому что они требуют обоснования, они требуют урегулирования в соответствии с законом, они требуют урегулирования с остальными жителями того же двора, который хотят чего-то другого. Эти инициативы тоже все возникают, и так получается иногда, что они накладываются одна на другую, и вместо синергетического эффекта, когда дополняют все эти программы друг друга, получается, что они мешают друг другу практически. Каждый делает свою зону, и они никак не вписываются в общую концепцию. Потому что концепция, общее развитие конкретно территории может и отсутствовать. Ее нет проработанной такой, частной. Она есть, генеральная какая-то такая, а вот частной нет. Каждый бордюрчик не прописан, каждое деревце не расписано. У нас есть, правильно я понимаю, Володь, что у нас есть на связи наш гость из Уфы, наш собеседник из Уфы, Ильдар Ибрагимов, главный архитектор города Уфа. Есть, да? Есть на связи. Прекрасно. Давайте сразу выведем Ильдара Фанисовича. Добрый день. Алло. 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 У нас есть связь? Давайте еще раз будем пробовать набрать нашего спикера. Давайте попробуем еще разобрать. Спикера хорошо. Хотя тут не маленькое расстояние, на самом деле. Я расскажу, да, что мы связались вчера буквально очень быстро с Уфой и Саратовым. Мы хотели узнать, как у них обстоят дела вот как раз с концептуальными какими-то решениями, которые направлены на будущее, да, с тем, как они усваивают новые тренды и новые тенденции. Конечно же, когда мы, бог с ним еще раз, там, с Москвой, там, отдельная история. Там сейчас хотят на реабилитацию отправлять деревья с Тверской, там, да, когда они устают после трех лет дышать с газованным воздухом. Их, значит, в санаторий. В некий бокс будут помещать. В санаторий отдельный, да. Потом, значит, обратно. У нас история немножечко другая. Вот. Но у нас есть города, на которые нам уже точно можно равняться или делиться с ним опытом. И вот я надеюсь, что мы сейчас связались с сухой. Надо пояснить, что все-таки Уфа гораздо больше город, чем наш, чем областное, чем миллион человек населения. Мы спрашиваем нашего звукорежиссера. Алло. 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 У нас нет звука. У нас нет связи, у нас нет звука. Я прошу звукорежиссера проверить, что происходит, потому что там. Еще хотим выяснить, наш редактор слышит? Наш редактор слышит? Наш редактор слышит. Почему-то мы не можем здесь. Давайте еще пытаться. Давайте, да, будем пытаться набирать. И поскольку нам нужно будет отпустить Ивана Губина, директора Политехнического института, буквально через 4 минуты, мы ему предоставим еще некое слово. Все-таки мы будем спрашивать каждого из наших гостей, нужен или не нужен комитет по урбанистике, как вы это видите, кто там должен быть в составе, какие задачи он может решать. — Моя точка зрения, что такой комитет должен быть, я соглашусь здесь с Олегом, что он должен быть при администрации, потому что если это будет просто общественная инициатива, не подкрепленная никакой исполнительными механизмами, ресурсными какими-то вещами, то, наверное, так и останется инициатива. Хотелось бы действительно перейти в конкретные решения. Мы за диалогом как раз обсудили возможность привлечения специалистов университета для консультационных работ при разработке новых документов по регламентирующей деятельности администрации. — По благоустройству конкретно. — По благоустройству в том числе. И как-то есть уверенность, что мы служимся в этом направлении. — Так что моя точка зрения, комитет должен входить, должны туда в том числе и активные граждане, конечно, представители администрации и соответствующих органов исполнительной власти, и представители экспертных организаций. И я думаю, что должны быть и те, кто реализует эти проекты в материале, представители компании, которые на практике могут уже вносить свою какую-то лепту полезную именно экспертную. — А как, на Ваш взгляд, должна строиться работа этого органа? Кто должен задавать тон? Как должны проходить обсуждения? — Чтобы вот это все не увязало исключительно в обсуждении полномочия, какими компетенциями и правами должны обладать. — Сложно так сказать, кто должен координировать в целом работу, потому что из практики мы знаем, что если мы уйдем в четкое регулирование стороны администрации, то, скорее всего, ввиду такого бюрократического менталитета, это может свестись к некой формальной такой процедуре. Если отдать только общественникам, да, и его управление этим советом, то тоже, наверное, может не все получиться, ввиду того, что будем много говорить и мало делать. — А если отдать институту? — А если отдать институту, уйдем в теорию, наверное, тоже. — Это очень сложно. — У каждого есть свои хорошие... — Будем создавать планы, рисовать модели, создавать. — Но какие-то компетенции должны быть и какие-то должны быть, не знаю, положены на бумагу права у этого комитета. — Да, безусловно. — Не просто совещательный орган. — Конечно, нужно закреплять, и решение должно быть. Если это предадминистрация, то должны быть некие законодательные акты, да, постановление главы города, либо это постановление главы региона, в зависимости от того, на какой уровень будем выходить. Явно же мы понимаем, что в благоустройстве нуждается не только Киров, но и другие населенные пункты. А включать туда, безусловно, нужно с такими же правами членов этого комитета и представителей общественных организаций науки и бизнеса. — А практика в других регионах? — Да, мы пытаемся сейчас регионы подключить, что-то у нас со связью. — Потому что зачем велосипеды заплетать, если можно практику? — Согласно. — Может быть, есть какие-то зачатки уже, по ссылке? — Смотрите, история о следующем. Я вам напоминала наш эфир, где мы разбирали европейский опыт накануне. Вот как раз от первой программы «Урбанга» нам приходил гость из Италии, который здесь работает с нашим предприятием, у которого есть связи с Италией. Он как раз член такого муниципального комитета у себя в муниципалитете. Он состоит всего из нескольких человек. Там не большое количество человек, не огромный стол, который их собирает, который как раз наделен полномочиями не просто совещательного органа, а обязательного органа, через который пропускаются проекты. А проекты, которые приносят граждане, вот как мы там активисты разные приносим, они в первую очередь проходят через этот комитет. То есть они не идут граждане со своими инициативами к коллегу Дмитриевичу Симакову. Они не идут к Перескокову, они идут вот в этот комитет, им помогают там обоснование какое-то составлять и сами же первые рассматривают, прежде чем кладется такой проект на стол чиновникам, которые заняты повседневными вопросами, важными там решениями, и мусором, и теплом, и всем прочим. Мне кажется, что это такой неплохой фильтр на самом деле по этим историям. Вот смотрите, мы обсуждаем и рассуждаем, и все равно приходим к одному заключению, ну, по крайней мере, по моему мнению, в 131-м законе федеральном по местному самоправлению четко прописано, что вот эти функции благоустройства, они муниципалитеты. И вот этот даже комитет муниципальный, который мы вот сейчас планируем все вместе создать его, он все равно будет совещательного органа. То есть мы сами сейчас в процессе обсуждения ответили. То есть совещательного, без каких бы то ни было полномочий. Он в любом случае окончательное решение все равно будет принимать администрация, и нести за это принятое решение, реализовав те или иные проекты, нести за это ответственность. Но у нас же, давайте не будем забывать, что при администрации у нас есть градсовет, есть рабочая группа при градсовете, которые тоже несут совещательный орган. То есть не создаем ли мы сейчас идею, которая уже реализована в этих советах? На сегодняшний день градсовет, он занимается именно строительным, он не благоустройством занимается. Это связано именно со строительством, со строительством объектов в городе Кирове или с отклонениями по... В проектах сейчас предусматриваются благоустройства частично, да? Да, это частично благоустройство небольшой территории, где будет строиться данный объект. Мы продолжим с вами обсуждение этого вопроса после короткого перерыва. Пропрощаемся сейчас с Иваном Губиновым, директором Политехнического института Вятского госуниверситета. Встреча у Ивана есть, но будем держать в курсе, чем закончилась наша сегодняшняя беседа. А я вас послушаю в эфире, да. Спасибо. Спасибо, скоро вернемся мы. Спасибо. Урбан. Программа о городских проектах. Мы продолжаем нашу беседу с Олигой Симаковым, начальником управления благоустройства и транспорта администрации города Кирова и Константином Сичихиным, представителем регионального штаба ОНФ и членом общественной палаты Кировской области. Итак, нужен ли или не нужен нам все-таки какой-то особый совещательный... Совещательный ведь, да, орган? Не знаю. Я не знаю. Или орган, наделенный какими-то полномочиями, законодательно закрепленными. Полномочиями, которые будут заниматься вопросами благоустройства. Да, мы не знаем на самом деле. Напоминаю, что на сайте хакера.ру и нашей группе ВКонтакте есть опрос, как вы оцениваете уровень благоустройства нашего города на сайте. Сейчас 70,5% говорят, что на 30% благоустроен наш город. На странице ВКонтакте тоже лидирует этот вариант ответа. 30%, 40% проголосовал за этот вариант. Да, все-таки не оставляет нас надежды, что мы свяжемся и с Ухой, и с Саратовым сегодня. А пока насчет совещательного или законодательного, или какого-то там узаконенного права, вот такого нового органа? Сейчас спросим у Константина, что он думает. На мой взгляд, на сегодняшний день совещательное, несовещательное это будет право. Это должно быть, все равно какой-то орган должен быть создан. Пусть он будет совещательным правом, но это право у нас все-таки прислушивается к общественным советам. У нас все-таки к общественным слушаниям прислушивается администрация. И если на сегодняшний день будет какой-то совещательный, даже будут созданы органы, через которые будут проходить эти проекты, и при этом эти проекты будут раскладываться полностью, в полном объеме, как вот сейчас институт на сегодняшний день квартал 119 раскладывает полностью от А до Я, по сути. И эти же проекты будут раскладываться от А до Я, то в данной ситуации опасения для муниципалитета, за что они подписываются, не будет просто-напросто, потому что они такую же работу будут принимать в разложении данного проекта, в реализации данного проекта, как и этот совет на сегодняшний день. И если в ближайшее время в городе создадут урбансовет, либо назовут его совет по благоустройству, ну как угодно его назовут, но этот совет должен быть на сегодняшний день, туда должны быть люди, которые участвуют в благоустройстве города Кирова, общественники, люди из института, люди с образованием, понятно, с администрацией. И эти проекты будем разбирать так же, как вот проект 30 скверов. У нас же практически была создана какая-то рабочая группа в рамках 30 скверов, которая не работает, но она была создана, она попыталась собраться, но вот так как на сегодняшний день, ну разбирали, работали с какой-то точки зрения. У меня тоже основная претензия была, что нет точки сборки и нет одного конкретного человека, и все равно в администрации. Вот кто конкретно за этот проект отвечает? Чувствуется, что людям нужно вот какое-то конкретное место, время, имя или кабинет, где они знают, что вот туда пришел, вот с любым проектом по городу, и там ты его решаешь. Мы пытаемся сейчас связаться с Ухой, давайте попробуем еще раз. Алло, добрый день. Алло. Ну что ж такое-то? Алло. Все. Пыдаемся мы дозвониться Эльдару Ибрагимову, главному архитектору города Уфа. Нет звука у нас, нет связи никакой. В Саратов будем звонить? Ну давайте попробуем в Саратов, только мне кажется, просто связи нет нам показывать звукорежиссию, просто нет никакой связи. Я могу сказать, что судя по тому, что мне рассказали в Уфе, там нет какого-то отдельного... Представители Уфы, предприезжавшие в наш город, да? Да, вот я связывалась вчера с заместителем главы города, а потом разговаривала с главным архитектором, которого мы сейчас никак не можем вывести в эфир с Эльдаром Ибрагимовым. Нет такого отдельного органа, как какой-то комитет по урбанистике. Есть разные комитеты, которые имеют совещательный голос. Они все на равных? Я не могу тебе сейчас сказать, потому что мы не разговаривали прямо сейчас с Эльдаром Фанисовичем. Но вот что касается новых каких-то передовых идей, то и в Саратове, и в Уфе ежегодно проходят урбанистические форумы. Это форум, который мы, кстати говоря, с Владимиром Васильевичем Быковым обсуждали в прошлом году. Неплохо бы провести хотя бы в зачаточном каком-то состоянии такую вещь. Это форум, который привозит в ваш город, в ваш регион передовые идеи. Если кто-то бывал на московском урбанистическом форуме, мы о нем тут неоднократно рассказывали. Это такие мини-форумы, которые конкретно на этот регион рассчитаны. И туда приезжают интересные, высокопоставленные люди, которые возглавляют города не только в России, но и за рубежом. Вот они приезжают со своими идеями, они рассказывают, как они реализовывали те или иные инициативы, архитектурные проекты, от крупных до мелких каких-то внедрений. Они просто вам рассказывают, показывают пути, картинки. Главная задача этих форумов, примерно как у нашей программы, взять это, показать и вдохновиться этим. Раз. Во-вторых, примерить на себя и посмотреть, а что мы можем вот здесь из этого взять, куда мы можем вкрутить это, подходит ли у нас к нашему городу, опустить на нашу землю, что мы сможем получить. Второе, это очень важно, потому что мы все склонны к тому, чтобы погрязнуть в рутине, если нет вдохновения, если нет новых идей общения. И третье, в этих городах, и в Уфе, и в Саратове, есть коммуникация с КБ «Стрелка», которая является главным исполнителем госзаказа по установлению стандартов по благоустройству в нашей стране. Мы знаем, что эти стандарты, они же выпускаются, они будут спущены на регионы, но не в обязательном порядке их нужно будет реализовать, а в рекомендательном порядке. Они такие общие для всей страны. Вот если мы берем на сегодняшний день Кировскую область, то коммуникацию по Кировской области я бы возложил на агентство моногородов. Они как раз реализуют сейчас программы. Так в моногородах они и реализуют эти программы. Нет, а мы с вами разговариваем на сегодняшний день не только про город Киров. Конечно, у нас пример основной идет город Киров, но мы поговорим и про Кировскую область, что благоустройство. И 11 моногородов на территории регионов. 11 моногородов, и у них есть программа 5 шагов благоустройства на сегодняшний день. Вот они должны быть для этих моногородов, как центровая точка, которая будет делать, ну, собирать, разговаривать. У них есть специалисты, они все-таки ездят, обучаются в Сколково на сегодняшний день. Во-первых, они это делают, они это делают, и они тут рассказывали, как в Чапецке реализуется эта история. Мы все-таки про Киров. А если мы берем Киров, то я сейчас даже просто посмотрел в интернете, сколько у нас, где у нас есть советы по благоустройству, общественные советы. Так, в Ямал-Ненинском автономном округе, в каком-то поселке, там есть создан в 13-м году был создан совет, общественный совет по благоустройству. Есть положение, администрация поселка Тазовский. Тазовский или Тазовский, как-то так. Уже в 13-м году этим вопросом озадачились, да. Так почему бы нам на сегодняшний день не создать, я не говорю урбансовет, нам создать просто общественный совет по благоустройству при администрации города Кирова. У нас есть хороший образец, вот сейчас Олегу Дмитриевичу говорю, хороший образец, это рабочая группа по контролю за ремонтом дорог. В принципе, она прошла такой эволюционный путь от людей, которые просто выезжали и фиксировали нарушения, кошмарили, можно сказать, в вежливой форме, кошмарили дирекцию дорожного хозяйства, строителей, подрядчиков и так далее. Как ни назови, главное, чтобы конечный результат был. Я просто говорю про эволюцию. От этой задачи, чтобы просто обратить внимание и бить все колокола, до практически тех людей, которые вливаются в работу администрации городской, в том числе и правительства Кировской области. Потому что уже теперь не просто дороги принимаются, но вот уже по поликлиникам, например, ездят, как представители общественной палаты и прочее. Но, по сути, это те же люди, которые эволюционировали от простых таких сигнальщиков, которые сигналят, до тех, кто собирает как раз идеи, как лучше это сделать, как проконтролировать, как сделать техзадание лучше и прочее. Вот они, мне кажется, вот это основа того, о чем мы сейчас говорим. Об этом речь идет. Что Совет мог бы помочь городской администрации вот эти все сигналы собирать воедино и систематизировать и раскладывать. Соглашусь со Светланой в данной ситуации, потому что на своем личном опыте, когда я начинал в рамках общественной деятельности с ЖКХ, работая с фондом капитального ремонта, я понимаю сейчас на сегодняшний день, как, по крайней мере, с какой-то точки зрения можно систематизировать эти подходы, как фонд капитального ремонта можно сделать какую-то, как можно на сегодняшний день программу БКД безопасной дороги можно привязать к этой системе. И просто ты начинаешь вникать в это, чем больше, тем больше понимать. И ты понимаешь, как это все можно воедино сделать, как это будет. Да, это нельзя сделать весь город и сразу, потому что на все денег не хватает. Но это можно делать в рамках небольших локальных микрорайонов, в рамках каких-то небольших социальных объектов. И это должно заработать. Почему? Потому что программы работают, они уже не первый год работают. И, по крайней мере, я думаю, если мы в 2018 году общими усилиями заработает какая-то комплексная программа развития небольших двух микрорайонов в городе Кирове, и мы по итогу в конце 2018 увидим какой-то там благоприятный позыв от населения. Если отработаем схему, как это должно все взаимодействовать, то эту программу можно будет внедрять и в дальнейшем в других небольших микрорайонах. И вот основа основ, как рабочая группа, либо общественный совет какой-то по благоустройству, это должно быть при администрации. Вы правильно говорите, все равно муниципалитет мы никуда не делаем, и не в рамках общественной палаты это будет происходить все. Это должен быть какая-то рабочая группа или совет, не знаю, как ее назвать, при администрации, которая будет регулировать эти все процессы, внедряя вот эти все общественные, ну, все федеральные программы в рамках одного небольшого микрорайона. И мы увидим картинку, я думаю, что мы увидим эту картинку, увидим эту картинку благоустройства в маленьком одном микрорайоне. А давайте подумаем вот конкретно прямо, если бы такой орган был создан, то вы руководствовались вашим опытом, с чего нужно было бы начать? Ну, первоочередно, мы берем с вами акцент, да, какой микрорайон мы берем за основу. То есть некую ревизию провести, внимательно посмотреть на карту города, да? Посмотрим на карту города, и мы с вами поймем, с какого микрорайона начать. Потом мы берем прямую информацию с Министерства здравоохранения, например. А какие социальные объекты они планируют на 2018 год? Вот у них же планы есть, Минздрав, Минсоц, какие школы будут ремонтироваться, это уже муниципалитет предоставляет. Они же реконструкцией школ занимаются, да? Параллельно мы работаем с фондом капитального ремонта. Почему? Потому что фонд капитального ремонта планирует свою программу, там, на 5, на 30, на 40 лет вперед запланировал, да? Надо посмотреть, какие у них объекты запланированы в ближайшее 2018 году. Тем более, сейчас мы в ближайшее время будем формировать программу БКД, безопасные и качественные дороги, на 2018 год. Тем самым мы можем сформировать те улицы и посмотреть, какой запрос у населения на сегодняшний день в рамках голосования и администрации города Кирова, которая проходит, и в рамках голосования общественной палаты. Тем самым мы можем сагитировать людей в рамках комфортной городской среды, чтобы они большую активность проявляли в выдвижении своего двора на 2018 год по ремонту. Кстати, можно я тут поясню, я спрашивал Олега Дмитриевича об этом в перерыве. Уже сейчас можно идти в теруправление и подавать заявку на следующий год о ремонте двора? Конечно. И согласно тех заявок, которые поступили больше, мы сформируем большую картинку положения, какие микрорайоны требуют. Разрешите, я в тему буквально секундочку, Константин, что на сегодняшний момент мы не просто пытаемся, мы начали уже разрабатывать именно пятилетнюю программу реализации комфортной среды. Мы должны четко здесь вывязать, вот о чем говорил Константин, и программу комфортного среда, БКД, и те наши внутренние планы и программы, которые мы именно делаем по благоустройству города Кирова, чтобы было это в комплексе все. О чем говорил и Игорь Владимирович, о чем всегда говорит Александр Викторович Перескоков, что мы должны поэтапно и постепенно подходить комплексно. Делаем дорогу, тут же делаем уличное освещение, тут же делаем тротуары, заезды во дворы, съезды и так далее в комплексе. То есть мы должны это в комплексе решать. Но пока в этом году этого нет? В этом 2017 году нет такой реализации. Смотрите, какая ситуация. По безопасным качественным дорогам 2017 года мы должны четко понимать, что мы должны выполнить критерии. Которые диктует федеральный центр. Для прохода следующий год. Там все прописано, мы должны критерии выполнить по протяженности и по квадратным метрам. Это по строительству дорог. Вот почему Октябрьский проспект у нас не сплошной, потому что он широкий, все равно километраж он нам такой не даст. Мы сейчас приедем на короткую рекламу, у нас будет еще 13 минут, чтобы завершить обсуждение этой темы. Урбан. Программа о городских проектах. Жду от них до того времени. Продолжаем мы разговаривать и в перерыве. В перерыве программы Урбан. У нас остается буквально 10 минут. Давайте попробуем все-таки связаться. Еще одну попытку сделаем. Третью попытку может быть. Алло, добрый день. Добрый день. Боже мой, счастье. Наконец-то. Это Ильдар Ибрагимов, да? Ильдар Ибрагимов, главный архитектор города Уфа. Вас приветствует ваш сосед по Приволжскому федеральному округу. Город Киров. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый день, коллеги. Здесь у нас в студии Олег Семаков, начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Кирова. Константин Сечихин, член регионального штаба Общероссийского народного фронта, член общественной палаты Кировской области, который тоже непосредственно занимается благоустройством. Мы хотели попросить вас, Ильдар, рассказать об опыте Уфы по внедрению новых параметров, новых стандартов по благоустройству. Как у вас в связи с этим осуществляется в том числе и коммуникации с населением, в отношении их каких-то передовых идей, проектов, а также, что вы привозите Уфу в последнее время, что у вас реализовано? Добрый день еще раз. Хотелось бы, наверное, сразу начать с более глобального, с разработки неплана города Уфы. Ильдар Фанисович, только учтите, что у нас буквально 3 минуты, 3-4 минуты. Нет, ну 5 минут, 5 минимум, да. Да. Хотел сказать, что у нас все началось с разработки генерального параметра города Уфы. Эхо, конечно. Вот. Мы сейчас разрабатываем стратегию города, которая предусматривает развитие города в различных направлениях, но в частности и благоустройство. Очень сложно говорить. Нет, эхо. А мы хорошо вас слышим, у нас эхо нет. Вы выключите приемник, если у вас приемник работает. Я думаю, что не работает. Да, у нас ничего не работает. Не торопитесь, главный. Мы вас слышим хорошо. Мы хотим слышать каждое ваше слово. Вот хотим сосредоточиться именно на благоустройстве. Ваша специфика, специфика Уфы тут в чем заключается? Специфика Уфы. Первое, то, что город имеет очень сложный рельеф, живописный, большое количество лесопарковых зон, парков, рекреационных зон. Город находится на холмах, ограниченные реками Уфой и Белой. Вот эти естественные условия дают определенное, как бы уставляют требования по благоустройству территории. Это очень важно. В дальнейшем, если определенные территории благоустраиваются, предоставляют новый облик, облик столицы, они, конечно, должны иметь более качественно эксплуатироваться. Вопрос эксплуатации на первом месте. Что касается функционалов, что касается концепции, то, конечно, разработка идет в увязке со стратегией города. Основные двигатели такие, как город в парке. При этом наши стратегические центры, которые работают над стратегией развития города, они выходят на такой уровень, как работают непосредственно с жителями города, на уровне жителей двора. В прошлом году мы провели 18 форшопов по благоустройству именно территории и дворовых пространств. При этом эти процессы были включены как представители власти, профессиональное сообщество, архитекторы, дизайнеры, урбанисты, также и общественники, активисты общественных организаций и жители именно непосредственно вот этих дворовых пространств. Проводились форшопы, обсуждались актуальные темы. Ну, грубо говоря, как двор должен будет выглядеть. Архитекторы предлагали свои идеи, мысли. При этом это все обсуждалось именно жителями и активистами этих пространств. В принципе, вот это одновременно инициатива идет снизу, но при этом в этом процессе участвуют и представители власти, представители бизнеса и именно профессионалы. Это определенный уровень процесса общения на уровне договоренности. Это очень важно. Не просто что-то нарисовать, птичьего полета придумать и потом это воплощать без учета мнения жителей двора, а именно этот процесс, который дает возможность более гибко, более интересно предлагать какие-то качественные идеи, которые будут реализованы во дворе в этом. Вы сказали, что вы как-то назвали эти комитеты, которые работают, и выезжали и организовывали воркшопы. Это не комитеты, это рабочие группы, которые собирались по профильному управлению с помощью стратегического центра. Грубо говоря, определялись территории, и на этой территории происходила высока десанта. Вот именно таких рабочих групп. А что такое стратегический центр? Ну, это стратегический отдел, который создан при главном управлении архитектурой и госречества. А туда входит кто? А в основном туда входят люди, которые являются, если по профессиональному принадлежности, это архитекторы, урбанисты. Кто-то закончил высшую школу экономики, кто-то получил образование в КБ «Стрелка». Но, в принципе, такой именно центр, где собраны интеллектуальные ресурсы. Стратегический центр был создан по чьей инициативе? По инициативе главы города. По инициативе главы города. Он собирал его, и он ставил задачи. Сколько лет он действует? Он действует, если не изменяйте, рождение шло с 2013 года. С 2013 года. Пятилетний опыт уже у вас есть. И этот стратегический центр, собственно, планирует. Он собирал рабочие группы, он высаживал десант, провел лоркшопы. И результатом этого что явилось? Результатом более качественное решение и реализация проектов дворовых пространств, общественных пространств, территорий парков. Территория, уровень качества реализации, качество проектов повысился. А отклик самих жителей города, жителей Уфы? Ну, конечно же, все города. Положительно воспринимают? Да, да. Их же привлекают. Эльдар Фанисович, вот у нас тут Олег Дмитриевич Симаков, начальник управления благоустройства и транспорта, прямо вот записывает за тем, что вы говорите. За каждым словом. Мало того, когда мы переживали по поводу того, свяжемся мы с вами или нет, Олег Дмитриевич сказал, дайте мне телефон, я сам свяжусь, а может быть и приеду. Ждите нас в гости. Хорошо. Ждите нас в гости. За меня напросились. Спасибо, Светлана. С удовольствием приедем для того, чтобы обменяться опытом, потому что мы еще только находимся на старте подобных решений. И, конечно, хочется посмотреть и поучиться в таком замечательном городе, как Уфа, светлым и красивым. Сам Бог велел. Спасибо за комментарии. Ильдар Ибрагимов, главный архитектор города Уфа. Ну, вот пока Ильдар Фанисович говорил с нами, Константин Сичихин тоже все время кивал головой. Это то, о чем мы говорили? Конечно, конечно. Мы же говорим с вами. Конечно, здесь Ильдар Фанисович говорил, конечно, таким уже научным подходом. Так у них пятилетний опыт уже. Да, у них пятилетний опыт. Мы-то с вами еще только первые два-три месяца топчемся. Это говорит о том, что мы понимаем необходимость этого. Мы понимаем, что это необходимо. Когда есть опыт пятилетний, проще учиться у тех, у которых пять лет опыта, чем самому делать этот велосипед новый из каких-то других колес. Из-за этого в данной ситуации, я считаю, что да, надо ехать в Уфу, учиться, создавать такой же стратегический центр при администрации города Кирова. Я говорю, без разницы, как он будет называться, стратегический центр, рабочая группа. Но она должна быть, и она должна сейчас, на сегодняшний день, работать. То есть там чуваки из Стрелки, из высшей школы экономики. Ну, мы свой вязкий термин придумали. У нас есть свой опорный ВУЗ. В конце концов, он только что сказал, что готов. Конечно. Не надо смотреть туда куда-то, там, Стрелка, не Стрелка, надо будет, и туда поимучиться. У нас остается три минуты, две минуты буквально до конца, и мы сейчас попросим нашего слушателя быть кратким в вопросе или во мнении. Алло, добрый день. Алло. Нет звука. Нет звука. У нас нет звука. Но, кстати, я хочу сказать, что в Казани, вот буквально наткнулось, я, по-моему, здесь в эфире уже говорила, казанское руководство провело конкурс среди лучших выпускников своих передовых ВУЗов и выделило пять стипендий на обучение как раз в школе урбанистики в Москве, потому что лучших и отправили туда, и они там будут учиться, потому что они воспитывают своих специалистов по городской среде, по урбанистике. Это правильно, потому что нам надо воспитывать своих специалистов по городской среде. Каждый населенный пункт, он различный. Правильно, там говорили, что Уфа на пяти или каких-то холмах находится. Более миллиона человек населения. Тоже на сегодняшний день находится тут. У нас тоже и река есть все-таки, и холмы есть, и своя инфраструктура, и лес, и парки. И это все надо преобразовывать внутри региона и внутри этого населенного нашего пункта. Они все различные населенные пункты. Казань различный по-своему, Киров различный по-своему. И это все надо работать. Константин, есть две минуты. Я очень хочу, чтобы Кусть ты озвучил письмо, которое сегодня было направлено на имя Игоря Васильева. Да, на Игоря Васильева мы сегодня со стороны общественной палаты направили письмо по поводу совещания, которое будет как раз и называться совещание. Это формирование комплексного подхода развития территории города Кирова и Кировской области. На это совещание мы приглашаем всех на сегодняшний день со стороны и Министерства здравоохранения, и Агентства моногородов, и Дирекцию дорожного хозяйства, и, конечно, администрацию города Кирова, где мы будем обсуждать совместно с Игорем Владимировичем вопрос, связанный с комплексным подходом к городской среде. Может быть, создание вот этого стратегического центра, например, как коллеги говорят. Да, и данный стратегический центр. Когда еще дата будет, еще, конечно, не определена. Я надеюсь, что это будут в ближайшие дни. Я так понимаю, предварительный разговор с Васильевым состоялся. Да, предварительно мы уже разговаривали на эту тему. И предварительно есть понимание, как это будет работать, и какой комплексный подход будет к городской среде, к городской территориям, к микро-микро-регионам. И почему мы сейчас и активно занялись всем этим направлением, потому что время требует перемен на сегодняшний день, и в рамках городской среды тем более. И когда есть такие хорошие программы, как комфортная городская стрига, как безопасные и качественные дороги, когда у города есть неплохие программы на сегодняшний день, их надо объединять и комплексно подходить к решению проблем. Ну вот мне зацепило, конечно, что Олег Дмитриевич еще сказал, буквально в 30 секундах, он сказал, что сейчас уже город занялся этим, но подробности в этом эфире мы не раскроем. Придется еще раз собраться и рассказать, как сейчас это все у нас происходит. Вот сколько у нас задач стоит. Спасибо нашим сегодняшним участникам. Спасибо. Урбан на этом завершается. Светлана Занькова, Владимир Сметанин, наши гости Олег Семаков и Константин Сичихин. Всего доброго. До скорой встречи, надеемся. До свидания. До свидания. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...